10% от всех несчастных случаев, которые происходят на Московской железной дороге, приходится на Ярославское направление. Только здесь, на станции «Строитель», с начала текущего года пострадали два человека. Один погиб. Это произошло вон там, за моей спиной. 30 января мужчина был сбит электропоездом при попытке попасть на платформу, минуя турникеты. От полученных травм он скончался на месте. Межведомственная комиссия в очередной раз обследует территорию, прилегающую к станции «Строитель». Их цель – так называемые народные тропы. Сегодня проходит рейд по выявлению прореха в ограждениях, через которые люди попадают на железнодорожную инфраструктуру, минуя турникеты, минуя санкционированные какие-то пешеходные переходы. Сегодня мы зафиксируем, эта информация будет передана на рабочую группу для устранения. Народные тропы ликвидировались не раз и не два, но несознательные граждане вновь проделывают дыры в заборах. Цена за нахождение на железнодорожных путях всего 100 рублей, но в некоторых случаях – жизнь. И каждый нарушитель уверен, что именно ему так дорого платить не придется. – Тороплюсь. Я понимаю, я правда тороплюсь. – Послушайте меня. Не надо торопиться. Вы торопитесь, вы можете свою жизнь потерять за ваши… – Но у меня глаза есть, я правда очень внимательна. – Вы думаете, у людей, которых сбил поезд, у них нет глаз? – Электричка-то издали видна, и слышно. Если ты остановился, постоял. – А почему не успеете, да, если что? – Нет, зачем я побегу? Я куда-то? Я тороплюсь, что ли? – Не, ну я тороплюсь, что ли, куда-то? – Ну, бывает же, поскользнете. – Ну, поскользнусь и выползу. Не стоит полагаться на удачу, предупреждают сотрудники Московской железной дороги. Точно определить время приближения электропоезда на глаз из-за большой скорости, с которой он движется, невозможно. Плюс далеко не все они притормаживают при приближении к станции «Строитель». И в целом движение здесь весьма интенсивное. Интенсивность движения поездов на Ярославском направлении, именно в данном месте, составляет 183 пары поездов в сутки. А минимальный интервал движения в часы пик – менее пяти минут. Поэтому, представляете, да, насколько опасно переходить здесь железнодорожные пути. Московская железная дорога делает ставку на профилактические мероприятия. Наряду с этим постепенно будут реконструироваться устаревшие пешеходные переходы, строятся новые, дополнительные. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Мытищинский.